Великий благословенный праздник! И очень бы хотелось сегодня от привычных стандартных представлений об этом празднике перейти к более углубленному пониманию и практической сути. Но в любом случае я поздравляю каждого из вас и пусть будет прекрасное настроение, пусть сердца будут открыты для этих божественных откровений и пусть этот праздник имеет практическое значение для каждого из нас. Ибо если Христос не воскрес, то проповедь наша четна, четна и вера наша, поэтому воскресение Иисуса Христа это основа нашего мировоззрения и пророческая перспектива будущего. Из вас никто еще не переживал воскресение из мертвых, а нам предстоит, мы оставшиеся в живых, мы оставшиеся в живых изменимся, а мертвые во Христе, они воскреснут. Вот этот уникальный момент, когда кипиш на кладбище начнется, ожидает каждый город. Поэтому для нас это уникальное событие, и хотелось бы по взрослому посмотреть на это. Как кто-то записал слове, Пасха наша Христос заклан за нас. Наша Пасха. Мы расскажем о нашей Пасхе, как мы ее понимаем, и что нам Бог открыл в этом словосочетании. Своей смертью Иисус Христос не похоронил божественные программы, напротив, для привычного понимания человека смерть — это финал. Помер человек, и с ним померла вся его история. А вот и нет. Библия говорит, что своей смертью Иисус Христос лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Как это одной смертью можно лишить силы, власть другой смерти? Сегодня как раз об этом и поговорим. Ну и как не вспомнить эти наши хиты? Дьявол проиграл, он потерпел банкрот, напрасно гроб он охранял, три ночи напролет, Христос воскрес, он провозгласил исход, исход, исход. В твоей судьбе крутой переворот. Амин! Воздай славу Богу! Амин! Амин! Пасха — это Божий реванш и окончательная победа над всеми делами дьявола. Смерть, где жало твоё? А, где победа твоя? Победа не в руках падшего ангела, победа в руках нашего Господа Иисуса Христа, который отнял силу у начальствующих, властно подверг позору, восторжествовав над ними собою. Это наш Бог. И так же, как мы были соединены с Ним, подобием смерти, мы должны быть соединены с Ним и подобием воскресения, чтобы, как Христос воскрес из мертвых, так же, чтобы и нам ходить в обновленной жизни. Как в Адаме все умирает, так во Христо все отживут. Первенец Христос, а потом Христовы. Воскресение из мертвых — это суть Евангелия и основа нашего спасения. Воскресение из мертвых меняет качество жизни не только на земле, но и гарантирует нам вечную жизнь. Наша Пасха — это самое яркое доказательство Божьей любви к своему патчему творению. Итак, уважаемые друзья, еще раз поздравляю каждого из вас с этим потрясающим, великим праздником Христос воскрес, воистину воскрес, и пусть это происходит в нашем личном пространстве, в нашей судьбе и в нашем призвании. тема проповеди, внимания на экране, победа и отца и сына ган тэва, ган тэва, суть едина в начале отец посадил сына на престол трони, и смотря, как я всех твоих врагов положу в подножье ноги твои, это было на небе, это было на небе, и он положил, сын, в долгу не остался, он говорит, я видел отца творящего, поэтому я творю, и потом, когда он пришел на землю, он сказал то же самое своему отцу, он сказал, отец, ты там на престоле славы воссидай, пока я не положу всех твоих врагов в подножье ног твоих, но только уже на этой земле, когда я видел эту гармонию, для меня это как будто открылся новый портал, поговорим как раз об этом, победа и отца, и сына, суть едина, одна на небе, одна на небе, а другая во время пасхи на земле, двойное поражение дьявола. Итак, первое место, первое кринфином 5, 7, 8, 5, 7, 8, отчистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так, как вы без квасны, ибо пасха наше Христос заклад за нас. Пасхи на небе, пасхи на небе, не за старую закваску, не за закваску, пароку и лукавства, но с ноками чистоты и истины. И так, старая закваска, привычные религиозные парадигмы, скучные наративы, привычные уже в течение десятков лет, должны остаться в прошлом. Я думаю, что Бог желает для нас открыть свежий взгляд и открыть практически смысл этого великого праздника. Итак, уважаемые друзья, Пасха наша Христос не только распятый, но и воскресший, не только воскресший, но и вознесшийся на небеса и воссевший на престоле славы одесную своего отца. И так, Пасха. Мы рассматриваем это. Не просто гроб пустой, он был здесь, а теперь его не стало. Но сколько об этом можно говорить? Ну, нету его там. А где он тогда? Вот давайте поговорим и посмотрим на праздник Пасхи с позиции Вечности, с высоты птичьего полета. Итак, еще раз несколько отельсов. Пасха наша это Христос, причем не только распятый, но и воскресший, но и воскресший, но и воскресшийся на небеса. И воскресший на престоле славы одесную своего отца. За кого почитают меня, люди? Часто Иисус задавал вопрос. Он и сегодня задает тебе и мне тот же вопрос. Ты где меня ищешь? Кем я для тебя являюсь? Кем, где сейчас ты меня видишь? И мне хочется, чтобы у нас был правильный ответ на этот вопрос. Откровение воскресения Христа кардинальным образом меняет судьбу человека. Через это откровение небо открывается и наследники Царства Божьего входят в свое наследие. Осии 13-14. От власти ада я изкуплю их. От смерти избавлю их. Смерть! Где твоя жала? От! Где твоя победа? И раскаяние в том не будет у меня. Итак, это главная нарратива. Это главный победный лозунг. Иисуса Христа после воскресения он поразил дьявола и поразил его царство. Царство смерти и царство ада. И посмотрите, это лозунг победителя. Смерть, где жала твоя? От! Где победа твоя? От! Где победа тьявола не в твоих руках? Победа в моих руках. Пасха это самое яркое доказательство Божьей любви к падшему человечеству. Как водами все умирают, так во Христе все оживут. Но между строчками постарайтесь прочитать Пасха это манифестация великого владычества нашего Господа Иисуса Христа. Пасхальные откровения приносят реформацию. Во-первых, на церковном уровне, а во-вторых, на уровне государственного. Именно это Иоанн увидел на острове Патмос. Он встретился там с воскресшим Господа. Как ты видишь воскресшим? Его здесь нет, он воскрес. Он пошел туда. Он преломил хлеб. Даже тот же Иоанн, который встречался с воскресшим, и как это описано в Евангелии, совсем не похожи на ту картину, когда он встретился с воскресшим на острове Патмос. Давайте прочитаем. Откровение 1. Читаем с 10. Я был в духе в день воскресшим. И услышал позади себя громкий голос. Как бы трубный, который говорил, я есть Альфа и Омега. Первый и последний то, что ты видишь, напиши в книгу и пошли церквам находящиеся в Асии, в Ефес, в Смирну и в Латвию в том числе. Двенадцатый я обратился, чтобы увидеть, чей же это голос, говорившись со мною. И обратившись, он кое-что увидел. Он увидел сем золотых светильников. И посреди семи светильников подобного сыну человеческому, обличеного в падир и по персим апоясанного золотым поясом. и глава его и волосы его как белая волна, как снег. И очи его как пламень огненный, и ноги его подобно нехалка ливану, как раскаленые в пичи, и голос его как шум вот многих. Он держал в деснице свои семи звезд, и зуст его выходил остри с обеих сторон мечи, и лицо его как солнце, сияющая в силе своей. И когда я увидел его, то я пал к ногам его как мертвы. Представьте себе, это просто информация о том, что там происходило. Это просто наброски воскресшего Господа. А ведь там была живая личность, а там была такая энергетика, а там было такое помазание, что просто человеческое естество, оно было неспособно выдержать таково, когда Савву по дороге в Дамаск двигался. И когда явился Христос ему, он упал слушать перед величием его великой славой, не устает никакой по когда когда мы увидим его настоящую реальность, я думаю, многие из нас поменяются и казалось бы опытный мужик апостол Иоанн, видавши виды, что только он не ощущал, но он весь дрожал, и он рухнул, и когда он упал как мертвый, тогда Господь положил на меня десницу свою и сказал, не бойся, почему Иисус сказал, не бойся, потому что страх напал, такого Иисуса я никогда не видел, потому что это на самом деле не Иисус, но на самом деле что-то очень родное, Господь будет рушить наши привычные представления о Нем и гора преображения она периодически будет встречаться в нашей жизни, кем он был в Евангелии и кем он был на острове Патмос, это разные вещи, поэтому, уважаемые друзья, мы должны иметь внутри себя потенциал безграничного развития. Он положил на меня десницу и сказал, не бойся, не бойся, я живой, я был мертв, но все живы во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти, ключевое слово о ключах, эта картина грандиозная повергла Яна просто вот в шок, но Господь его отрезвил, говорит, эмоции это вчера за тебя помолились, ты отрубился, а потом даже не помнишь, что было, это для детей, а вот когда ты даже упал перед величием Бога, Бог говорит, ну-ка встань, слежать с лежачими или лежащими я не общаюсь, пожалуйста, встань, я с тобой хочу поговорить, вот кто я, Лукас, я первый и последний я был мертв, но я теперь живой, причем живой во веки веков, и теперь у меня в руках ключи от ада и от смерти, сюда возникали вопросы, а что делал Христос между смертью и воскресеньем сегодня поговорим, что происходило вот в этот короткий период времени. Итак, перед величием воскресшего никто не устоит. Перед славой его не устоят ни инквизиторы и даже ни апостолы. Пусть Дух Святой сегодня поможет нам раздвинуть наши представления о нашем Господе. Бог воскресил его из мертвых, расторгнув узы смерти, и он хочет теперь показать нам, что смерть не могла его удержать. У смерти есть власть над всеми, но только не над Иисусом, потому что смерть не могла его удержать, и он воскрес. и так, мы должны с вами понимать, безграничная власть греха и смерти она рухнула. Небеса проповедуют славу, народы ликуют, торжествует земля, и смерть я спрашиваю, где твоя жала, где твоя жала, и ад, где подпреда твоя, победа в руках нашего Господа, который умер за наши грехи, и воскрес для нашего оправдания. Бог расторгнув смерти, и хватило всего лишь три дня, и три ночи, и после этого произошел обмен. Программа искупления это программа выкупа заложников у террориста номер один. Если мы куплены дорогой ценой, то как раз период между смертью и воскресеньем происходила эта сделка, когда Иисус платил самую великую цену, чтобы заложники были отпущены. Об этом поговорим чуть попозже. Но однажды мы поставим этот большой проект «Геомизор», где вот эта сцена, она будет очень важной и ключевой. Иисус там говорил своему врагу, «Смотри, в моих руках ключи, ключи от всех твоих дверей, от смерти и от ада. Я открываю все темницы твои, вчерашние рабы, теперь свободное чадо». смотри, смотри, в моих руках ключи, ключи от царства смерти, бог растор каковы, цена заплачена, народы спасены, ты проиграл навеки, гем зобор. Пасха — это финальная часть программы искупления, которая имеет к каждому из нас непосредственное отношение. Давайте посмотрим на этот процесс с позиции его завершенности. Эфицианам 2, 1, 7, и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя господствующего воздуха, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда. Бог богат милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас мертвы по преступлениям, а животворил со Христом благодатью вы спасены и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, итак, давайте по-взрослому посмотрим на программу искупления. Внимание на экран. Закон тождественности никто не отменял. Понимаешь ты это до конца или не понимаешь? Проникает это в твою внутренность это или нет? Но мы провозглашаем божественные фундаментальные законы и блажен человек, который в это уверует и пропитается этим откровением. Вера от слышания. Итак, внимание, мы были избраны во Христе прежде создания мира. Мы были в нем, когда он этот мир творил. Мы были в нем, когда он в этот мир пришел и вознес на крест проклятия и грехи всего мира. Мы были в нем. Это закон тождественности. Моя молитва, чтобы драгоценный дух святой мог помочь нам это все уразуметь. Мы были в нем. Боже, помоги нам въехать. Помоги нам это растворить. Не в проклятиях, не в беззакониях, не в сексуальных извращениях. А во-первых, мы были избраны во Христе прежде создания мира. И именно это первичное избрание, оно имеет власть над вторичным проклятием. Итак, мы были в нем, когда он пришел на эту землю и вознес на крест проклятия и грехи всего мира. Мы были в нем, когда он умирал. Мы были в нем, когда он воскресал. Мы были в нем, когда он возвращался к Отцу небесному, и сегодня мы вместе с ним посажены на небесах. Вот наши позиции во Христе Иисусе и наши координаты вечности. Уважаемые друзья, Бог открывает тайны царств и дай Бог, чтобы мы это уразумели. Давайте еще раз прочитаем Эфесянам 2 4. Бог богатый милостью. Давайте вместе прочитаем и вместе скажем Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью мы спасены. Нет, нет, давайте шестой еще раз. Давайте уверуем. Если мы верим в прощение грехов, если мы верим в исцеление больных, давайте уверуем и в это обетование что он бог воскресил нас вместе с ним и посадил нас не в СИЗО и не в бутырку. Он воскресил нас с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Давайте еще раз прочитаем. И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Ни на Ирлова Сем и ни на Баби Те кроме этих мест мы во Христе Иисусе посажены на небесах. Моя молитва Дух Святой помоги нам въехать. Кто мы? Где мы? во Христе Иисусе закон тождественности никто не отменял. Ну, а теперь немного ретроспективы. Чтобы в полной мере понимать, о чем же здесь идет речь, мы должны видеть процессы Божьи с позиции их завершенности. По сути, пасхальная победа Божьего Сына на земле это зеркальное отражение победы Небесного Отца над тем же Дьяволом, но только уже на небе. Еще раз. Прежде чем возлюбленному Сыну победить Дьявола на земле он видел, как его Отец победил того же Дьявола, когда у него было другое имя, восставший мятежный Херувим. Он видел, этого же Дьявола победил Отец. Мы так часто читали эти места. Я и Отец одно. Я видел Отца творящего. Ну и так далее. Конечно, какая-то часть этих параллелей была для нас понятна. Но мне хочется сегодня, друзья, рассмотреть этот принцип более глобально. Еще раз напоминаю название проповеди. Победа и Отца и Сына суть едина. Одна на небе. А другая во время Пасхи на земле дьявол потерпел два сокрушительнейших поражения. Одно из них на небе отец устроил ему не буду говорить что. А второе поражение нанес ему его возлюбленный единородный сын, но только уже на земле. Давайте немного посмотрим, что же происходило там и что потом произошло здесь. За всю свою историю падший ангел ставший дьяволом и сатаной потерпел два позорнейших поражения. Первый раз на небе от Отца, а второй раз на земле от Сына. Когда ты об этом знаешь, привычные места Священного Писания начинают приобретать совсем другие смысловые очертания. Иоанна 5 18 20 И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Евреи до сих пор ему этого не могут простить. У нас один Бог, и ты не можешь быть Богом. Он говорит, я Сын Божий. От Бога кто рождается? Черти, что ли? От человека рождается человек. От львов рождаются львы. От Бога Отца родился Сын Божий. Они этого никак не могли принять и хотели его увидеть. И на это Иисус сказал, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не видит отца твор отца ибо что творит он отец то и сын творит так же ибо отец любит сына и покажет ему все что творит сам и покажет ему дела большие так что удивить другом месте он сказал я и отец одно внимание на экран Сын Божий никогда бы не смог стать победителем над сатаной если бы прежде в этой роли он не увидел бы своего отца не совсем традиционная мысль это свежее откровение еще раз сын Божий никогда бы не смог стать победителем над сатаной если бы прежде в этой роли он не увидел бы своего отца без всякого сожаления на глазах своего сына отец лишил власти и всякой силы мятежных ангелов и с позором неизверг их с небес на землю мы должны об этом знать так что уважаемые дамы и господа история пасхи началась давно даже задолго до Египта и фараона сын ничего не может творить сам от себя если не увидит отца творящего и что же там на небесах отец продемонстрировал своему сыну евреям один 6 13 также когда вводит первородного во вселенную он говорит и да поклонится ему все ангели об ангелах сказано ты творишь ангелами духов и слушателями своими пламенеющие огонь а а сыне сказано Иисус престол твой век полег века мужу мужу жезл царствия твоего жезл правоты ты возлюбил правду и возненавидел беззакония это про Иисуса про Сына Божьего прежде создания мира сидящего на престоле поэтому Бог помазал его и леем радости более всех соучастников и 13 стих самый интригующий самый интригующий просмотрите кому из ангелов сказал Бог сиди одеснуй меня доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих интересная деталь вроде бы царство небесное абсолютная власть святого и праведного Бога о каких врагах сына Божьего могла идти речь каких врагов отец пообещал сыну положить подножье ног его давайте разберемся поподробнее в той битве сын Божий не участвовал он только наблюдал своими собственными глазами первую revolución цель которой была свержение монархии когда отец водил первородного во вселенную он всем ангелам включая и Люцифера сказал все поклонитесь моему единородному возлюбленному сыну поклонились все кроме одного он так мечтал что он будет на престоле одесную Бога но Бог посчитал совсем иначе он говорит нет одеснуй меня не будет херувим одеснуй меня будет мой возлюбленный единородный сын Люцифер чуть не сошел с ума а когда Бог повелел всем ангелам и допоклониться перед ним Люцифер категорически отказался в лице сына Божьего он увидел своего главного соперника и конкурента престол один двух прецедентов быть не может а Божий Сын лишил покоя душу гложет нет Божий Сын престол неразделим ты зря мне перешел дорогу никто другой но херувим наследник трона станет Богом осталось ждать немного его закон не существует вечных соглашений кто я кто он мы все свободные творения я жду преображения его режим его устои безнадежно устарели и очень скоро херувим осуществит намеченные цели а предпосылки давно уже созрели я подниму престол свой выше звезд я буду с Богом наравне мы квиты за это сын зари десница поднимает тост как представитель новой царственной элиты откровения 12 7 9 и произошла на небе война я отвечаю на вопрос откуда на небе появились враги которых отец пообещал своему сыну посрамить и положить под нож ено киво возгордившийся херувим который соблазнил третью часть звезд это была первая революция первая социалистическая революция произошла не в Париже и не в Санкт-Петербурге она произошла там это была война против мятеж против монархии тварь объявила войну творцу а тварец говорит ты че перепутала тварь как тварь может быть наравне со своим тварцом безумие и началась война Михаил и ангелы его воевали против этого дракона и дракон и ангелы воевали против них и незвержен был великий дракон древний змей называемый дьяволом и сатаной и они были не зринуты на землю вот какую панораму отец показал единородному возлюбленному сыну он не участвовал в этой войне он смотрел потому что сам отец ему сказал сиди на престоле и смотри как я твой отец расправляюсь со всякими митежными ангелами главным из которым был сатана и самое интересное о чем Иисус делится со своими учениками Луки 10 18 19 Иисус об этом рассказывал ученикам он же сказал им я видел сатану спатшего с неба как молнию поэтому я даю вам власть наступать на змей скорпионов и на всю силу вражью и ни что не повредит рождается вопрос когда Христос видел сатану спатшего с неба логический вопрос когда Христос видел сатану спатшего с неба и когда это происходило он видел эту картину сверху вниз находясь на небе или он в это время находился на земле и видел сатану снизу вверх который падал с неба ответ прост когда сатана был неизвержен на землю человеческая цивилизация еще не существовала поэтому он всю эту панораму видел с высоты престола царства божьего задолго до того как прийти на землю он исполняя волю своего отца восседал на престоле и видел эту битву это была война это была битва престолов это были первые звездные войны где технологии нам недоступны и непонятны когда министерство обороны под руководством Михаила Архангела они сражаются с этими мятежными ангелами под руководством Люцифера это только представлять нам остается но это была жуткая картина и в конце концов небесная гравитация была отключена и они эти опозоренные ангелы это дьявол со своими мятежными ангелами они начали падать с неба сын Божий сидел на престоле и видел как они все как в пропасть падают вниз и все эти опозоренные и лишенные власти мятежные ангелы как астероиды как метеоры как падающие небесные тела на землю летели летели и летели Христос здесь не сказал я видел ангелов низверженных на землю я думаю что здесь он сконцентрировал свое внимание я сказал я видел сатану я видел первого кто открывал эту позорную навигацию я уверен что даже в тот момент их глаза их взгляды встретились состопать о как он ненавидел сына божьего о как он хотел ему отомстить ну не получилось у него взять власть на небе тогда мы эту власть будем иметь на земле ну не получилось мне быть равным богу там на небе теперь земля земля теперь моя и ты забудь сюда дорогу планета проклята и теперь только я буду богом на этой земле вселенная раскололась на небесах власть бога а на земле власть падшего ангелы и все человечество теперь в плену у этого террориста номер один итак я видел сатану падшего с неба как молния небесную власть он потерял вот почему представители царства божьего теперь имеют над ним всякую власть вот что означает смысл прочитанного текста ранее я видел отца творящего который там на небесах всех врагов полагал в подножье ног моих если там были стеклянный или хрустальный пол то стоя на этом прозрачном полу под своими ногами он видел всех посрамленных и пораженных ангелах ну вот теперь пришло время и сын божий на земле должен был продублировать такую же победу над сатаной которую он видел там на небе ну а теперь отец это моя версия ну а теперь отец твоя очередь сиди на престоле славы и наблюдай как теперь я буду всех твоих врагов которые на земле полагать в подножье ног твоих победа и отца и сына суть единого на самом деле я восхищен этой глобальной картиной я восхищен тем насколько христоцентризм и теократический порядок он является глобальным и несокрушимым главным принципом евреям 10 5 7 и теперь на арену выходит сын первая серия это победа отца над всеми врагами на территории царства небесного серия вторая это победа возлюбленного единородного сына над всеми делами дьявола но уже на земле евреям 10 5 7 и теперь сын божий увидев отца творящего сказал я тоже хочу воспроизвести то что я видел отца своего посему христос входя в мир говорит жертвы приношения ты не восхотел но тело уготовил мне тогда я сказал вот иду как в начале книги написано обо мне исполнить волю твою божию другими словами отец а теперь ты сиди на престоле славы своей да коли я не положу всех врагов под ножей ног твоих но только уже на этой проклятой земле по другому христос свою миссию и не представлял себе вчера это была эпоха отца а теперь эпоха возлюбленного сына 1 ияна 3.8 для сего-то и явился сын божий чтобы разрушить дела дьявола для чего христос пришел для сего-то и явился сын божий чтобы ту победу на небесах над дьяволом окончательно завершить но только уже на земле а для этого он был послушан отцу до смерти и смерти креста то есть в данном случае мы видим следующую картину теперь сын божий был главным исполнителем искупительной программы а отец был рефери или главным зрителем иисус знал для чего он здесь чтобы исполняя в точности божью правду положить всех врагов и вот драматическое завершение его миссии голгофский крест для большинства его соратников и сатечественников это было поражение проигрыш и славная кончина помните даже эти парни которые ученики христа шли в эмаус и они думали а мы думали он тот который должен прийти а что из него получилось вы знаете что голгофская смерть христа она разочаровала очень многих и абсолютное большинство тех у кого не было откровения о том что это все закончится воскресенье вы понимаете что воскресенье из мертвых это юродство для многих философских школ помните когда в Афинах Павел пришел и начал говорить о творении как Бог мир творил все супер но как только он начал говорить что будут суды Божьи и что будет воскресенье из мертвых его насмех подняли и говорили айди отсюда подальше дьявол будет всегда избегать рекламы своего поражения во время воскресения Иисуса Христа поэтому он будет что угодно делать создавая антирекламу и просто вычеркивая свое поражение на земле как самую позорную часть своей истории но кто бы как не относился смерти Христа Христос знал что он делает его Голгофский крест его распятие и даже его смерть это не был финал это была как раз стартовая площадка чтобы окончательно ликвидировать власть самого дьявола и так деяние 2 23 27 и здесь про распятие про смерть как раз писание говорит этого вы взяли при гвоздив руками беззаконных убили но Бог воскресил его расторгнув узы смерти потому что ей невозможно было удержать его и снова мы видим эти парадоксальные принципы своей смертью он он лишил силы имеющего державу смерти одна смерть побеждает другую смерть посмотрите прочитайте Бог воскресил его расторгнув узы смерти потому что ей этой смерти невозможно было удержать его итак мучительная смерть на кресте и воскресение в первый день недели и мы подходим сейчас к кульминационному моменту этого сюжета а что же происходило там в сердце земли в течение трех дней и трех ночей в течение этого времени давайте подробнее разберемся итак после своей смерти Христос не просто во гробу лежал как очень многие люди после своей смерти он направился в преисподние места земли прямо в канцелярию царства смерти но он опустился в адские глубины не для того чтобы там вечность проводить а для того чтобы завершить ту сделку который писание обознач как искупление а если нашим языком это выкуп всех заложников у террориста номер один его имя дьявол там произошла очередная встреча возлюбленного сына и падшего ангела ставшим дьяволом и сатаной встреча была неожиданной почему потому что ад это место для грешников туда праведники не попадают туда не попадают святые а тут безгрешный сын божий который не совершил ни одного греха но который взял наши грехи наши беззакония наши болезни вот эти все запятнанные одежды он опустился вниз как грешник но не только как персональный а как взявший грехи всех нас когда он явился туда ну привет встречались мы там теперь встретились здесь он снимает запятнанные одежды грехи проклятия болезни и бросает ему на стол и говорит как стрелянные гильзы держи назад это твое и когда он увидел в глубинах ада не грешного и проклятого человека а святого и безгрешного сияющего во славе славе дьявол чуть не ослеп запомните у дьявола власть над грешниками но не над святыми поэтому там состоялся уникальный разговор забирай свои стрелянные гильзы забирай забирай свои проклятии болезни гони ключи от смерти и от всех темниц и дьявол абсолютно безропотна без всяких понтов и разборок он отдает ему ключи от ада и от смерти я восхищен этой тайной дьявол хочет чтобы эта тайна была всегда никто ничего никому не отдавал воскресения не было нет мы существуем для того чтобы провозглашать эту абсолютную правду что дьявол был дважды посрамлен я позорен во первых на небе отцом небесным и во вторых там сердце земли его возлюбленным и единородным сыном и так внимание на экран за всю историю человечества впервые впервые глубины ада посетил святой безгрешный человек впервые этого раньше не было но Христос опустился сюда не для мучений ему хватило страдания и мучений на земле до смерти сюда после своей смерти он опустился лишь для того чтобы мучения начались у дьявола это была разборка на самом высоком уровне где происходила перезагрузка власти и мирового владычества масоны и иллюминаты отдыхают или же нервно курят в стороне Христос здесь разоблачает их всемирный заговор и всяческие конспирологические теории нет уважаемые Ротшильды Рокфеллеры и Соросы не вам принадлежит новый мировой порядок вы просто демонические партизаны вчера образы правления принадлежали дьяволу о чем так он дьявол козырял в пустыне а теперь картина кардинально изменилась теперь Христос начал диктовать правила игры причем не просто предлагал а приказывал ему тоном недопускающим возрождение дьявол имеет власть исключительно над грешниками а тут вдруг святой провозглашает правила игры дьявол имеет власть над грешниками с которыми он творит все что ему благорассудится но над святыми у него нет власти поскольку они представлен власть всевышнего и так Иисус отдал ему запятнанную одежду грехи им же проклятого мира которые он вознес на крест это была великая цена заплаченная им за освобождение всех заложников демонического царства после чего он потребовал у него ключи от смерти и от ада и тут момент истины дьявол без всякого сопротивления отдал ему эти ключи а это значит он капитулировал признав от себя Что такое своей смерти? Он лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Теперь нам становится понятным, что такое. Он отнял силы у начальствующих, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Вот наша Пасха. Вот что мы подразумеваем. Причем тут яйца, крашеные или нет? Причем тут кролики или зайцы? Это просто как-то богохульство на фоне вот этого великого священодействия и победы над дьяволом. На Пасху демонстрировать эти языческие отвратительные методы. Поэтому, друзья мои, поосторожнее и не давайте место дьяволу. Когда я вчера прочитал, что президент Америки провозгласил сегодняшний день Пасхальный днем трансгендеров и сказал, чтобы никто даже про религиозные эти картинки, чтобы не упоминал, вы знаете, как будто богохульство и как будто антихрист. Вместо праздника Пасхи праздник трансгендеров, уродовцев. Это что такое? Запомните, против воскресенья и против Пасхи война еще будет не шуточная. Если у тебя не будет этих глубочайших откровений, то Пас не могут вытеснить вот эти откровения. Итак, Колоссянам 2 13 15 Мы снова читаем И вас, которые были мертвы во грехах и вне обрезания плоти вашей оживил вместе с ним простив нам все грехи. Маэстро, ты можешь уже выходить. Истребив учение, бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко Кресту. Он отнял силу у начальствующих и властей, властно подверг их позору, посторжествовав над ними собою. Сын так хотел повторить ту победу, которую он видел на небесах в лице своего отца. Я видел отца творящего, как он отнял силу у начальствующих от этих ангелов, как он властно их подверг позору, сбросив их с небес на землю. Иисус хотел так же повторить этот феномен и сказать, Отец, тебя я не подведу, я точно так же подвергну позору этих же ангелов падшу, того же дьявола. Я лишу его силы, я властно подвергну позору, и я восторжествую над ним так же, как ты, Отец, восторжествовал над ними собою. Господи, какая благодать! Несколько тезисов, и мы завершаем. Наша Пасха это не зайцы и не крашеные яйца с куличами. Наша Пасха это разговор с позицией власти. это крушение прежде существовавшей власти дьявола. Крушение вековых систем рабства. Три важных аспекта нашей Пасхи. Первое. Отнял силу демонических начальств. Давайте уверуем в это. Если Христос живет в огне, то никакие демонические власти не имеют надо мною никакого влияния. Если я рожден от Бога, я рожден побеждать. Второе. Христос властно подверг их позору. предзем веков. Поэтому когда кто-то тебе угрожает проклятиями и демоническим колдовством и все, ты смело можешь сказать, вы уже опозорены. Вас уже опозорил Христос, а Христос живет во мне. Хотите с Ним снова встретиться, если Бог за нас? Кто против и три восторжествовав над ними собою? Давайте вместе скажем. Три важнейших аспекта нашей Пасхи. Давайте вслух скажем. Три важнейших аспекта нашей Пасхи. Первое. Христос отнял силу у демонических начальств. Второе. Он властно подверг их позору. Номер три. Христос восторжествовал над ними собою. А если я во Христе, я имею все эти привилегии, потому что я больше, чем победитель. Церковь, ты веришь этому? Если веришь, заключи Аллилуйя! Аллилуйя! Итак, друзья, победа и отца, и сына, суть едина. Одна на небе, а на небе, а на небе, двойное поражение дьявола. Я благодарю Бога за то, что он сегодня здесь. Мы благодарены Богу, и финальные тезисы, и будем молиться. Итак, победа отца, и сына, суть едина. Одна на небе, а другая пасхальная на земле. Закон тождественности никто не отменял. Мы были избраны во Христе Иисусе прежде создания мира. Мы были в нем, когда он этот мир говорил. Мы были в нем, когда он пришел на эту землю и вознес на крест проклятия и грехи всего мира. Мы были в нем, когда он умирал. Мы были в нем, когда он воскресал. Мы были в нем, когда он возвращался к Отцу Небесному. И сегодня мы вместе с ним посажены на небесах. Вот наши позиции во Христе Иисусе и наши координаты вечности. Церковь, имеющая эти откровения, непобедима. Врата ада никогда не одолеют. Так пусть же это будет нашим персональным и личным откровением. Аминь. Отдарите аплодисменты. Давайте закроем глаза и помолимся, чтобы это серьезное послание оно растворилось верою в наших сердцах. Чтобы никакой скепсис и чтобы никакая религия не перечеркнула этот великий подвиг нашего драгоценного Господа Иисуса Христа. Проси Духа Святого, чтобы Он помог уверовать в этот закон тождественности, чтобы драгоценный Дух Святой помог нам отождествиться с воскреса и увидеть себя не на территории проклятой, а на небесах. Корма Хейли Берку Манилей Гру Блэри Лар Илари Лар Блэр Камаха Шекру Манилей Гридал Раб Рогр Гритал Ла Лебра Манилаг Рус Шенцер Раб Рогрит Ар Ябая Аллилуйя Лейм Брам Хачан Далей Брогрит Аллег Драгоценный Дух Святой Прикоснись к мужчинам и к женщинам Пусть этот великий праздник произойдет в наших сердцах Пусть этот великий праздник произойдет в нашем сердце в нашем сознании в нашей судьбе Дай нам уверовать и растворить и растворить эти откровения жизнь это твердая пища которая не по зубам младенцев но эту пищу ты даешь сегодня своим взрослым мужьям и женам мы любим тебя мы благословляем твое святое имя и просим во имя Иисус пусть победа отца и победа сына станет победой каждого из нас ибо Христос живет в нас и мы новое творение пусть побед станет больше в нашей судьбе а поражений пусть станет меньше дай нам видеть себя не носителем проклятия дай нам видеть себя носителем твоего великого царства по имя Иисуса кер болела броджи грета лая блеер маха ше брок лит алалам дая возьмите сейчас свои приношения возьмите свои дары если ты внутри себя ощущаешь благодарность хоть за какое-то чудо которое Бог совершил в твоей судьбе пусть это пасхальное приношение оно будет знаком нашей любви нашей благодарности за то что мы на этой земле и уверуя в эти великие откровения пусть в нашей судьбе у дьявола не будет власти не будет силы пусть он будет под ногами нашими и царствие твое пусть утверждается в нашей судьбе подними пожалуйста свои приношения подними пожалуйста свою жертву и скажи вместе со мной Отец Небесный Благодарю Тебя за то что Ты Мой Бог Благодарю Тебя за это послание Благодарю Тебя за единство Отца и Сына Дай Господь мне быть единым с вами чтобы я был во Христе а Христос был во мне чтобы драгоценный Дух Святой мог отождествить и наше естество с природой и сущностью нашего великого Господа прими Господь эти пожертвования как знак благодарности за то что до сего места Ты сохранил нас и если Дух Того Кто воскресил Христа из мертвых живет в Тебе и во мне то Он оживотворит и наши смертные тела тем же самым Духом благодарим Тебя за силу воскресения и за то что мы теперь можем ходить в обновленной жизни прими Господь эти пожертвования и пусть они будут угодны Тебе во имя Иисуса Христа Амэн пустите пожалуйста сокровищницу по залу а мы будем поклоняясь жертвовать Господь превыше всех на небе и земле Господь превыше всех подогон Господь превыше все на небе и земле Господь превыше все все подог мы превозносим превозносим и 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 а а а и и а а а а а а а и господь и все поднимай руки славь его он великий он всемогущ перед именем его преклонится всякая колена небесных земных и преисподних господь превыше ты превыше на небе и все где господь превыше в Я, 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 я. Я, 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 я. Я, 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 я